блендер 281 а и еще немножко информации ну на будущее может быть пригодится приколюхи сделаем для костей погнали зайдем теперь в object mode вот это все дело можно pixar закрыть также можно арматуры закрыть и вот эти арматуры позакрывать теперь семерку на нампаде заходим в add mesh находим циркл и теперь add mesh находим план с английскую нажимаем уменьшаем вот так вот план и вытягиваем с помощью mov его так вот вперед приближаем немножко теперь давайте лупы добавим select box и добавим в edit mode именно loop cut вот так вот раз один луп и один луп сюда select box выделяем вершину и теперь с помощью mov вытягиваем его так опять же можно select box нажать снять выделение убрать мог и через shift выбрать две вершины вот эти теперь нажимаем с английскую делаем ее больше выбираем вот эти вот три вершины левая кнопка мыши и теперь можно все это делом off вот так вот такая получилась стрелка теперь немножко ее можно вниз усадить выбираем вот эту вершину жмем delete vertex удаляем и вот она будет если крутиться возле своей точки вот этой вот нужно нам чтобы она крутилась вокруг курсора заходим вот сюда и нажимаем 3d курсор выделяем вот эту вот стрелку и жмем rz90 вот вы видите что она крутится control z щелчок control z shift d нажимаем rz90 чуть-чуть щелчок опять же жмем shift d rz90 ctrl z shift d rz90 щелчок и опять же shift d rz90 ctrl z что-то идет не так shift d ctrl z ctrl z shift d rz90 ну раз не туда пошла не беда мы сейчас транспозом поставим вот на это место так все это дело сделано и теперь все это можно выбрать выделить object mode выделяем заходим в кубы он написано план надо его переименовать или пусть планом так и останется так теперь shift d ctrl j смотрим что да как вот теперь это будет цельная это через выделяем и набираем control j ну и давайте вот эту вот штукенцию применим именно какой-нибудь кости так pixar можно включить также давайте pixar выключим вот у нас центр есть и вот применить наверно применим вот к этой кости зайдем теперь post mode выделим вот эту косточку найдем косточки bond 02 она называется ну и давайте теперь ей вот этот применим круг так relation we are port display и нажмем вот на эту косточку вот теперь кость у нас стала именно вот этой частью bond 2 вот так и ставим варфрейм вот эту нажимаем вот эту теперь кость можем отключить object mode вот эту косточку убираем закрываем и вот эта кость у нас теперь будет выглядеть вот так вот вот таким вот образом так включаем теперь видимость этих костей так вот так вот так это свет заходим так выбираем косточку заходим post mode и вот теперь если мы эту кость будем передвигать допустим ну G вот вы видите что у нас происходит камера следит за ней вот за этой косточкой вот так она выглядит так же можно и этой косточке назначить вот такую штукенцию так так выбираем нажимаем циркл выделяем вот этот и немножко его можно перекрутить это уже в object mode тройка на numpad нажимаем нажимаем ротацию и вот так вот и можно еще style поставить вот таким вот образом уменьшить теперь сделаем из нее дубляж shift D и перетянем в бок и назовем ее как-нибудь по-другому вот арматура 2 пусть будет так смотрим что тут это у нас циркл а это будет циркл 001 вот так и еще одну сделаем за раз так это уже shift D перетянем сюда тройка на numpad и перекрутим вот так смотрим 7 на numpad немножко можно S ее еще уменьшить и немножко отвести мы погнали теперь и этим костям приколюхи повесим так сначала идет у нас вот эта кость вот так на нее нажимаем и заходим так снимаем выделение заходим POS мод нажимаем на вот эту косточку находим вот эти косточки находим relation так по-моему relation не и назначаем и назначаем так смотрим где она нажимаем на кисточку и жмем допустим вот эту косточку вот она теперь будет вот здесь ну и на камеру назначим на косточку тоже приколюху нажимаем на кость камеры приближаем смотрим что тут да как ну и вот это вот назначим это получается опять же кисточка и вот этот так вот эти кости теперь можно отключить циркл один циркл два и циркл вот эту тоже можно отключить вот у нас получается три кости так вот эта кость G мы выбираем всю передвигаем вот эту косточку мы выбираем G на нее смотрит камера это центральная и вот эту вот выбираем сейчас можно включить уже так Pixar вытянуть вот это окошко семерка на нам паде и вот вы видите ее видно можно G вот так все это дело крутить приближать отдалять вот таким способом так вот эту косточку можно G вы видите что можно двигать и центр и камеру вместе и вот эту косточку можно допустим G вот куда-нибудь передвигать ну допустим давайте передвинем ее на маленького именно Pixar ну и теперь покрутим G вот видите теперь другой ракурс все теперь можно еще больше приближать вот так вот теперь если тройку на нампаде поставить то можно двигаться вообще вот таким способом ровно так вот все это дело работает словно все всем пока до свидания премьё до 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 Продолжение следует...